День начался с раздачи воды. Работы в гарнизоне прекратились. Все направились во второй двор, где возле кадушки с водой стояли двое бессменных часовых. Но если ночью потребность в воде не была так ощутима, а некоторые из числа солдат поскупее сумели даже сохранить на донышках фляг один-два заветных глотка, то теперь, с наступлением нового знойного дня, жажда вдруг накинулась на всех, как страшное повальное бедствие. Старый гренадер Хренов, волоча за собой длинноствольный турецкий самопал, решил подшутить над жаждой. Среди осаждавших БСЗ турецких войск, как ни странно, встречались даже самые допотопные виды стрелкового оружия, в том числе и митральезы. — Вы, — сказал он, — котята еще, в дровах найденные. Стоите, дурни, а там вода так и сегает из крантика. — Правда, дед? — наивно поверил канонир постный. — Бабка врала, и та померла. Беги, немасленный! Да посуду-то захвати поширше! У крана действительно стояли солдаты, еще не потерявшие веру в то, что вода не могла исчезнуть надолго. Воду, казалось, им еще можно вызвать, выжить, притянуть, приблизить ласковым словом. — Ну, теки, теки к нам, миленькая! — говорил старый жалостливый повар. — Ну, сверкни хошабы капелькой! — Неужто все? — спросил Кирюха. — Кажись, кончилось, — ответил суровый Потемкин, и размашисто с верой перекрестился, как над покойником. — Пососи, малый, может, и вытянешь на глоток. Канонир, припав губами к ободку крана, пососал ворчащую где-то в отдалении пустоту и, махнув рукой, снова побежал во второй двор. Кадушка была сравнительно большая и наполнена водой до самого верху. Шток ведь сам распоряжался раздачей, так что беспорядка быть не могло, по второму разу подойти никто бы не осмелился. Очередь двигалась медленно. Задние нетерпеливо подталкивали передних. Но каково же было удивление, когда солдат, выстояв на жаре свой срок, получал воды лишь столько, сколько вмещалось ее в патронную гильзу. — Быть-то бы мне? — неуверенно спросил трехженный. — Да у меня с потом-то более вышло, пока дожидался. — Плакай и отходи, философ кобылячий. Кто следующий? Ты? Наклонись над бочкой. Казаки со смехом встретили трехженного. — Ну, каково, вахместер? Отвел душу? — Да потерся пузом у бочки, — сконфузился тот. Когда же раздача воды была закончена, в кадушке воды осталось еще наполовину, и Шток ведь довольно заметил. — Очень хорошо. Вечером еще разочек напьются. Подскочил откуда-то сбоку Денщик Исмаил Хана, весьма самоуверенный парень, и сунулся в кадушку полным стаканом. Стакан так и остался лежать на дне. А Денщик полетел в угол от крепкого кулака коменданта. Шток ведь обладал способностью быстро звереть. Он долго пинал солдата тяжелыми подкованными сапогами, потом устал и сказал. — Передай своему хану, что офицеры боязетского гарнизона сего дня приравнены в довольствие к нижним чинам. Если его сиятельство придет, то я и ему налью в гильзу, но не больше. Ефрем Иванович засучил рукав мундира, долго шарил волосатой рукой под дно кадушки и вытащил утонувший стакан доверху наполненной водой. — Эй, Ожогин! — позвал он казака. — Вот этот стакан держи да не разлей, отнесешь госпоже Хвощинской. — Понял, Байстрюк, кому нести надо бна? — Понял! — кивнул Дениска и торопливо, будто с опаской, облизнул губы. — Вода! Пацевич пробудился в паршивом настроении. Всю ночь ему снилась какая-то билиберда. Сначала вляпался в дерьмо — это хорошо, к наживе, а потом купался, глубоко ныряя, в грязной мути. Это уже плохо. К беде. — Господи, сохрани меня и помилуй! — испуганно сказал Адам Платонович и потряс графином. На дне было пусто. Взяв сапог, полковник запустил им в дверь, и Денщик, приученный отзываться сразу же, появился перед ним. — Что? — спросил Пацевич. — И чехеря даже нету. — Никак нет. Вчера последний допить изволили. — Дурак! — А чего сегодня-то пить будем? — Говорил я тебе, балбесу, чтобы загодя сходил на Майдан. — Говорили, да страшно было, — честно признался Денщик. — Эван, — вспомнил он, — троих-то наших как? — Страшно. А то и солдаты, чтобы смерти не бояться. А мне вот из-за твоих страхов теперь и похмелиться не о чем. Пошел вон, харя! Когда приблизился полдень, солдаты грызли черствые сухари. Обеда в этот день уже не готовили, и Штоквиц послал Кашеваров для помощи санитарам в госпиталь. Турки же проснулись сегодня очень поздно, хотя Муэдзина уже два раза сзывали правоверных к молитве. Над городом повисли дымки печей, привычно заголдел Майдан, со стороны караван-сарая доносились звуки флейт и барабанов. Курды уже заплясали вокруг костров свое дикое чопи. Стрельбы не было. Поначалу казаки и пробовали на выбор бить по редифам, подбегавшим к самым стенам крепости, но Ватнин потом отсоветовал. — Обрусьте вы их, ребята, — сказал Исаул. — И так уши заложили за эти дни. Ну их к бесу, патроны только тратить. Их него брата столько наперло, из пушки не перебьешь. Историкам неизвестно, чем пообедал Пацевич, но во втором часу дня он созвал к себе офицеров, и настроение у него было скверное. В помещении, которое занимал полковник, стоял закоснелый запах холостяцкой квартиры. Аромат немытой посуды не мог победить кислого запаха нечистой одежды. Лицо у Пацевича было усталым. Под глазами висли старческие мешки, склеротические вены на лбу надувались синей кровью. Концы пальцев зябко дрожали. Алкоголизм плюс функциональное расстройство нервов машинально поставил диагноз Севицкий и с трудом отыскал место, где бы можно было присесть. Полковник принимал офицеров в помещение, которое он выбрал для своих занятий, подалее от заднего артиллерийского двора. По стенам были намалеваны яркие безвкусные пейзажи. Среди цветного порфира арабесок эти грубые картины походили своей олиповатостью на украшение русских трактиров в глухой провинции. «Господа», — начал Адам Платонович миролюбиво, — «нам следует набраться мужества, чтобы до конца уяснить для себя всю тягостность нашего положения. Если я и могу бросить в кого-нибудь из нас камень, то этот первый камень полетит в мою сторону. К сожалению, я пошел на поводу заносчивой молодежи, и результаты нашей рекогностировки вам всем хорошо известны. Теперь же, что я предлагаю, и, надеюсь, — добавил он, — вы согласитесь со мной, — надо поднять боевой дух гарнизона». Он помолчал. Заметив дрожание рук, свел их вместе. Потом, поманив пальцем Евдокимова, сказал. «Вы, юноша, позавчера говорили дельно. О воде и о том, что бассейн надо было держать заранее наполненным. Но разве же кто из нас думал, что все так случится?» Клюгинау, осматривая купол потолка, пожал плечами. «Что вы там жметесь, барон, как барышня?» — недовольно заметил полковник. «Если вам не нравится моя искренность, то я вас не держу. Можете идти». Произошло неожиданное. Клюгинау четко повернулся, каблуком правой ноги лихо пристукнул о каблук левый и, отдав честь офицерам, удалился из комнаты. «Ох уж эти мне поэты!» — сокрушенно вздохнул Адам Платонович. «Как ему только не стыдно обижать меня, старика!» «Так вот, господа», — продолжил Потсевич после недолгого молчания. «На чем же я остановился?» «Ах да!» — вспомнил. «Нам надобно поднять боевой дух гарнизона. Для этого я предлагаю, и мне кажется, что сие удостоится вашего согласия, повесить сегодня в крепости всех пленных. Штоквиц уже вешал людей и не откажется повесить еще раз». Последнее было сказано в самом добродушном тоне, мол, «Выручите, голубчик!» Ефрем Иванович медленно побагровел. Даже брови у него наполнились кровью, глаза сделались тяжелыми и заползали, не подымаясь выше пояса офицеров. «На этот раз, господин полковник, — с натугой произнес он, — я охотно передоверяю эту честь вам». «Но вы комендант!» — сказал Потсевич. «Да, но не палач», — отрубил Штоквиц. «Позвольте, — вдруг заговорил Потресов, решительно шагнув вперед. «Кто сказал вам, что боевой дух боязатьского гарнизона упал? Вы посмотрите на солдат! Они еще никогда не были так воодушевлены, как вчера и сегодня. Устали, это верно. Но их боевому духу можно позавидовать». «Вы, майор, ничего не знаете, кроме своих пушек!» Сразу обозлился Потсевич, встречая сопротивление от этого покорного человека, на котором, как ему всегда казалось, можно воду возить. «Что ж, — слегка поклонился старый офицер, — тогда простите великодушно. Если уж я, я, майор Потресов, сорок лет отслуживший в русской армии, не знаю русского солдата, то кому же еще знать его?» А потом, мрачно, без тени улыбки, добавил Карабанов, «если уж говорить о духе, то мой дух не поднимется, из-за того, что, проходя по двору, я буду задевать головой ноги висельников». «А дух будет, — пообещал Ватнин. Солнышко-то сейчас жаркое, мух да заразы много. Ох, и крепкий же дух будет!» Севицкий встал и неспеша направился к выходу. «А вы куда, капитан?» — спросил Потсевич. «Пойду к солдатам», — ответил доктор. «Они, как это ни странно, умнее нас, офицеров. Стыдно, но что поделаешь». «Нельзя вешать пленных!» — вдруг сорвался в крики капитан Штоквиц. «Все мы знаем, что Исаул Ватнин за свою жизнь добрую сотни людей на тот свет отправил, но в бою открытым, в бою благородным и честным. Спросите его, тронул ли он пленного?» «Нет», — качнул головой Ватнин. «Такого со мной не бывало. Я все больше по благородству». «И я, как старший врач гарнизона, присовокупил Севицкий с порога, заявляю свой протест против подобных мер. Повешение пленных лишь деморализует солдатскую массу. Если же вам, Адам Платонович, хочется повесить кого-либо, то повесьте их вот здесь, у себя, вместо люстры». Подсевич уже понял, очевидно, что ляпнул сгоряча что-то не совсем подходящее, но не знал, как выкрутиться из этой неловкости. «Капитан Севицкий, перестаньте грубить мне, иначе я прикажу арестовать вас». «Эх, полковник, арестованных-то сажают в крепость. Если это так, то я уже давно арестован. И со мной вместе сидят еще сотни людей, которые никак не могут разуметь, за какие грехи тяжкие им достался такой надзиратель». «Вы мне поплатитесь за эти слова, доктор! Вот только дайте мне выбраться отсюда!» «А вы, полковник, сначала выберетесь». Когда офицеры ушли, Патцевич долго сидел молча, потом стукнул кулаками об стол, решительно встал. «К черту офицеров! Тоже мне, Барри...» «Пойду к солдатикам!» Он шел по дворам цитадели, и встречные солдаты вставали перед ним на вытяжку. Заметив одного вояку, который, опираясь на винтовку, ковылял в сторону госпиталя, Патцевич дружелюбно окликнул его. «Куда ранен, служба?» «Куда?» «Ясное дело, в ногу, ваше высокоблагородие!» «Когда же это?» «Да Эвот сейчас и вдарила!» «Стою это я, за непорядками наблюдаю, вдруг от кельни возьмитесь, раз!» «И готово!» «Пуля!» «Пуля?» «Ага!» «Добро бы хорошая была, а то ведь самоделок турецкий! Вроде гвоздя, а быт-то на крючок попался!» «Ай-яй-яй!» пособолезновал полковник. «Что же это ты так? Не повезло тебе, братец!» «Всем не повезло, ваше высокоблагородие!» «Не то с дуру, не то с умыслом», ответил солдат и поковылял дальше. Пацевич вернулся к тебе, тяжко рухнул на продавленную постель. «Не любят меня!» Судорожно всхлипнув, сказал он в пустоту. «Не любят! Никто не любит! А за что? Что я им плохого сделал?» И он громко, истерично расплакался. Тיטлина, истерично裡, gainsね! Продолжение следует...